Ставропольский край Вместе они провели рабочую встречу с председателем Ставропольского избиркома Сергеем Тарасовым. Главной темой обсуждения, конечно же, стала легитимность и прозрачность предстоящих сентябрьских выборов. Мы свои глаза не отдадим. Мы будем еще жестко контролировать. У нас будет такой принцип «справедливый наблюдатель». Мы будем привлекать всех, кто только может нам в этом смысле помочь. Обратимся и к молодежи и так далее. С тем, чтобы я бы призвал к этой теме присоединиться и другие политические партии. Знаете, шансы зависят от нас. Мы, конечно, втроем объединились, три партии, мы усилились. Мы расширили идеологическую базу раз. Мы объединили людей, самое главное. Ну, был один человек, теперь три, условно говоря. В-третьих, у нас опыт серьезный, у всех есть. И депутаты, вот партия Патриота России, там 400 депутатов. Мы приводим сейчас, так сказать, внутрь новой партии. Мы обсуждаем новые механизмы. Каждая партия сказала, вот это надо делать по-другому. А вот для людей надо бы вот такой-то вопрос сделать вот так. И, конечно, вот сейчас, может быть, это обновление, оно даст возможность пойти вперед. Ведь задача была наша объединить не три партии, а весь левый фланг. Также председатель Центрального совета партии встретился с активом Ставропольского отделения Справедливой России. Здесь собрались самые инициативные участники политического движения, которым небезразлично будущее страны. Геннадий Семигин и Александр Кузьмин обсудили с ними основную стратегию предвыборной кампании, а также глобальные цели, которые ставит перед собой партия. Слово-председатель партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Вот такое длинное у нас новое название. Геннадий Юрьевич Семигин приехал с рабочим визитом на Северный Кавказ. Он посетил три Северокавказские республики. Сегодня с удовольствием мы его принимаем на территории Ставропольского края. Это первый визит такого большого партийного функционера после объединения трех партий, левых, трех левых партий на Ставрополье. Он достаточно напряженный, этот визит, рабочий, еще раз повторяю. Мы встречались с людьми, встречались с трудовыми коллективами. Цель визита Геннадия Юрьевича Семигина, конечно же, посмотреть социально-экономическое положение, в том числе Ставропольского края. Просто, если это простым языком, как живут люди. Предвыборная программа в этом году «Справедливая Россия» очень насыщенная. Справедливый базовый доход, отмена пенсионной реформы и ЕГЭ. И это еще не все. Окончательный вариант программы партия представит после съезда, который состоится в конце июня. Дарья Семиренко, Павел Слеверстов, АТВ Ставрополь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова